Добрый день, товарищи! Начинаем утреннюю гимнастику. А, в смысле, продолжаем строить наш курятник. Курятник у нас с вольером, с выгулом. В первой своей части я рассказал для чего, что и к чему, а сейчас мы строим фундамент. У нас сделана разметка, но этого недостаточно, нужно еще немножко поработать лопатой. Как вы видите, я уже начал копать ленту. Вот такого размера у нас будет курятник. Основная часть курятника будет занята непосредственно самим зданием. По сторонам, по бокам у нас будут вольеры, выгулы. Вольер мы будем монтировать на ленте, то есть мы по кругу прокопаем ленту, сделаем опалубку и зальем бетоном. По центру непосредственно сам курятник будет стоять на фундаменте типа плита. Ну, плиточка, тоненькую плиту мы зальем. Копаем, короче, что-то говорить. Вдоль веревок натянутых по колочкам нам надо прокопать узенькие траншейки и залить их бетоном. Землю я с двух сторон лопатой надрезал и теперь осталось выбрать землю. не глубоко, не вижу смысла делать эту ленту глубокой, абсолютно ни к чему. что-то наберем. Развлекаюсь, видите я параллельно Со строительством курятника Готовлю еще фундамент под уличный комплекс для приготовления пищи Хочу сделать комплекс кухонный, где будет все абсолютно И шашлыки, и коптильни холодные, и горячие, и тандыры И все, все, все Но пока только готов на то, что в этом году построить фундамент У меня там всякая разная трава перемешанная с песком Песок давно лежал, зарос травой Вот я его сейчас завезу сюда, разровняю А хороший песок у меня пойдет сейчас на курятник Но этот с травой он тоже хороший Я его накрою чем-нибудь Типа какой-нибудь черной пленки Чтобы там трава перестала расти и перепрела, вся высохла Вот, просто когда мы будем заказывать себе бетон для курятника Не исключено, что я закажу больше бетона и сразу залью тут плиту под печь Решил показать, что у нас делается параллельно Вместе с курятником Мы готовим место под бочку Под емкость для полива воды И стрелу У меня есть стрела от крана, автокрана Лежит она уже лет 15 Собираюсь на ней сделать ветрогенератор Давно собираюсь Не знаю, когда сделаю, но Выкопано Под эту конструкцию место Вот сюда зальем бетон Сделаем площадку под основанием Под емкость Емкость большая Я вам показывал эту емкость Тащил я ее уазиком как-то Вот ее мы сюда установим И сделаем разводку по огороду У меня в принципе и так разводка сделана по огороду Полива, да Но проблема в том, что Этой системой можно пользоваться Только если Ну под давлением Насосом Потому что далеко Емкость расположена Вот которая у меня давнишняя Она маленькая, небольшая Наверное, куба на полтора Вот И поэтому До дальних концов огорода не добивает Ну насосом поливаем То есть я включаю насос И можно поливать А эта емкость будет Большая Находится в самом верхней части участка И Будет давать хорошее серьезное давление Даже Без насоса Тем более я от нее разводку сделал Не такой вот трубой тонкой Как эта черная, да А большого диаметра Ну как будем делать Покажу Не уверен, что я это буду делать В ближайшие недели и месяцы Но Вот фундамент надо подготовить Помощник Да Делаем песчаную подушку Под фундамент Курятник И не только под него Насыпаю, видите, в основном сзади Чтобы было удобно сваливать Все равно полно меня не нагрузить Да и ни к чему издеваться над квадроциклом А так я задний борт открыл И быстренько все выкинул Что прокачивает? Прокачивает Это, 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 в самом деле Ставим Шуфут Шуфут Систем Шуфут Шуфут Субтитры делал DimaTorzok И вот так вот медленно и печально у нас и происходит процесс строительства. Я вначале думал, может вообще положить пенопласт, сделать теплые полы, заморочнуться по-серьезному. Поэтому очень хотел, еле сам себя отговорил. Решил, что в принципе и так будет нормально. У нас в курятнике будут хоть и полы бетонные, но мы будем сверху них делать глубокую подстилку из стружки и соломы из сена. То есть там будет такая толстая подстилка, которая позволит птице чувствовать себя комфортно в любой период, в любое время года. Продолжается процесс строительства. Частично я выставил опалубку под бетонирование плиты посередине у нас под курятник. И ленты для того, чтобы сделать ограждение выгулов. Сюда я завез песок. Соответственно, песок пролил водой для того, чтобы он подсел. Перед бетонированием нужно или укатывать песок, утрамбовывать, или проливать водой. Укатывать не стал, пролил со шланга водой, несколько часов поливал. Уже в принципе достаточно жестко. Если этого не сделать, то песок просядет, понятно, под плитой. Как вы видите, моя плита разделена на две части. Первая часть, которая перед вами, ближе к вам, она выше. Вторая часть, на которой я сейчас нахожусь, она ниже, где-то сантиметров на 7, по-моему. То есть вот такая у нас ступенечка. Под этой доской есть расстояние, под которым бетон будет протекать. Я, конечно, понимаю, что это с точки зрения заливания плиты не очень хорошо. Лучше, когда она единая. Но такое техническое решение принято мной в связи с тем, что у нас здесь большой уклон. Заливать всю поверхность в одном уровне я не стал с точки зрения экономии бетона и песка. У меня просто песок закончился, а бетон стоит денег. И так достаточно много сюда уже вложено. Я, кстати, вам покажу чеки, сколько на настоящий момент потрачено денег. То есть получается ступенька. Но общий уровень здания будет в одном уровне. Как будет происходить дальше строительство, я вам, конечно, покажу. Ширина ленты 20 сантиметров. Как вы видите, у меня основная площадь плиты сделана из нормальной доски. Из новой. А вот ленту я гаражу из всего того, что не жалко. Из различного, скажем так, не очень кондиционного сырья. И так, как я сказал, денег уже до хренища ушло. И еще уйдет еще больше. Поэтому пытаюсь немножко экономить. Вот посередине вы видите... Вот такие вставки из брусков. Для чего они нужны? Во-первых, они стягивают между собой доски. И у нас они не разойдутся. При наполнении ленты бетоном. Бетон тяжелый, будет раздвигать доски. Но еще сверху будем стяжечки делать. Об этом позже. Вот эти вот бруски, мало того, что держат доски, они нужны нам для того, чтобы организовать сливы воды из вольеров. Вольер полностью со всех сторон забетонирован. И если мы не сделаем такие вот сливы, вода будет заливаться внутрь этих выгулов и стоять по краям бетона. То есть тут будет бассейн. Сверху у нас выгулы будут открытые. Там будет сетка. Но не будет никакого сплошного, сплошного, ну, от воды, короче, ничем не будет закрыт. Вот. То есть мы зальем эту опалубку. По края, соответственно, досок. Опалубку снимем. Вот эти бруски выбьем. И у нас будут такие вот сливы. Со всех сторон, везде, по ленте я их делаю. Да, кстати, вот это у меня шортики, это не трусы. И видите, одел я такую рубашечку. Первые два дня решил позагорать. Работал без рубашки, в одних шортах и сгорелся слегка. Слегантушки. Поэтому приходят сейчас в рубашке работать, хотя на улице жарища. Ну, с другой стороны, с обратной я зашел. Видите, вот эту ступеньку. Но мы будем использовать данный ландшафт нам в пользу. То есть, несмотря на то, что тут вот такой наклон, кажется, вроде бы не очень удобно. Но вы потом увидите, что это удобно, это нормально. Как вы видите, перед вами вот эти вот коми земли. Это я начал поднимать тот уровень, зовет землю. Ну, там на дальнем плане, да, видна земля за доской. И вот здесь вот земля немножечко уровень поднимает. То есть, у нас принцип какой будет, что забетонированная плита под курятником с боков вольеры. И вольеры будут приподняты относительно краев земли. Относительно земли, которая находится за пределами вольера. То есть, у нас вот слева, видите, между забором и будущим вольером есть расстояние, да. Вот там земля будет ниже. То есть, у нас вольер будет находиться выше. И дождь, которая будет проливаться к нам в вольер через вот эти сливные отверстия в ленте, через землю будет впитываться и уходить в сторону. То есть, чтобы было посуше немножко в вольерах. То есть, уровень земли в вольерах будет выше, чем за его пределами. Видите, забиваем колочки, прикручиваем их шуруповертом. Все, в общем-то, банально. Ничего нового. Соответственно, вон стоят посередине сейчас экрана забитые рейки под углом, который держит доски от нагрузки от бетона. Бетон, когда заливаешь, у него масса очень большая. Он давит, соответственно, по законам физики во все стороны. И если вот не поставить такие вот растяжки под углом, то будет выдавливать доску. А тут, соответственно, у нас живут товарищи, для которых это умещение и готовится. Вы видели наш брудер. Вы видели цыплят, будущих курей. Кстати, тоже хорошо прыгать не улетели бы. А то я тут показывал вам, когда перепелов, помните, они у меня улетели. Вот, цыплята очень быстро растут. И если не пошевелиться со строительством курятника, то места им совершенно будет недостаточно в этом даже большом брудере. Даже в таком большом брудере. Видите, они спокойненько у нас пользуются ниппельными поилками. Буквально за ночь научились. Пьют. Вот, роются в песке. Мы им даем... Попытались дать червяков там ракушки. Ну, кстати, расклевали. И ракушки, улиток. Расклевали частично улиток. Что? Очень трусливые. Перепила значительно смелее. Куры трусливые. Хе-хе-хе. Продолжаем строить опалубку. Как вы видите, мы используем обязательно алюминиевые провила для того, чтобы вывести плоскость. Конечно, лучше всего бы лазерный уровень. Но сейчас у меня нет возможности им пользоваться. В принципе, я вот середину всю выставил по уровню, по правилу. Соответственно, у меня есть уровень правила, который точные. Выставил середину. Плюс иду по кругу, проверяю плоскость, проверяю уровень. И сверяю, чтобы у нас эта плоскость соответствовала центральной части. То есть, вот как у нас сейчас, видите, стоит правило, уровень четко посередине. И сразу поставил я его поперек. То есть, я могу выставить теперь вот эту доску тоже, благодаря правилу. То есть, у нас три точки. Раз, два, три. Если нету возможности проверить уровень через три точки, просто берем обычный уровень и ставим им, проверяем. Так. Еще раз приношу извинения, что я в таких шортах. Жарко. Нынче у нас выдалось начало лета очень жаркое. Что не может, конечно, радовать, но вносит свои требования к форме одежды. К форме одежды. Коля из старого штакетника. Ширина ленты, как я вам сказал, 20 сантиметров. С 피ла с нею. Стоит. Мастер! Стоит. Стоит! Стоит. видите землю я сюда завез но все равно еще очень высоко в будущем планирую все вот эти выгулы уличные сделать, засыпать песком чтобы куры могли в песке спокойненько тусить и ставим бруски про которые я вам рассказывал через которых потом будет стекать вода через полтора метра бруски утапливаю на глубину бруска масло масляное вот эти брусочки которые попали внутрь разметочные брусочки не брусочки, а колочки мы потом уберем чтобы они не мешали при заливке бетона то есть верхний брусок у нас лежал просто для того чтобы не заморачиваться не отмерять глубину ну так саморез подлиннее нужен тяжело конечно на жаре двигаться вообще человек такая скотира холодно плохо жарко плохо капризное животное еще конечно мы будем усиливать эту конструкцию зашивать снизу чтобы бетон не проливался добавлять колышки но это будет дальше наверное показывать не буду в общем-то все понятно пили да колоти продолжаем идти по кругу огибая нашу плиту лентой вот о чем я говорю у меня центральная часть плиты опалубка плиты служит ориентиром то есть я иду проверяю плоскости горизонт проверяю так и так то есть у нас должны сходиться показания на нашем правиле если показания совпали значит вы все делаете правильно пузырек находится посередине между рисок значит все хорошо брусок я еще не выровнял немножечко под наклон верхняя плоскость поэтому правило немножко шатается в принципе нормально для этого строения это мы не многоэтажный небоскреб строим вполне пойдет ну вот видите еще один способ проверки то есть вот у нас лента лежит правило касается видите здесь всех точек по плите и двух точек соответственно на ленте двух точек опалубки и пузырек показывает уровень подсыпаем песок в ленту делаем подушку под будущий цемент видите лента у нас тут неглубокая песка тоже много я сыпать не буду ну в принципе эта лента как таковая она нужна для того чтобы на ней можно было закреплять столбы металлические чтобы не в землю эти столбы впивать которые потом гнить будут ну и вообще как-то оккультурить вольер несущей такой нагрузки никакой на этой ленте не будет что там столбики будут стоять да сеточка висеть поэтому не нужно очень много тут бетона чтобы это все всю эту конструкцию держать да сегодня жарко на улице идет у нас единственное обещают дожди и грозы идет фронт сейчас разгружу прицеп освобожу квадроцикл поеду еще партию ловушек поставлю еще не все поставил жарко видите хорошо но можно в шортах походить я же в отпуске все приличные люди в отпуске ходят в шортах я вот видел видеоблогеры показывают другие как они это летом все в шортах ходят вот я думаю чем я хуже это и в шортах ходит общий план нас вот такой устал бегал со мной за песком до грузил помогал мне песок устал просыпаю ленту песком и укладываю туда кусочки кирпичей вот вы видите да для чего из жадности то есть пытаемся немножко сэкономить на растворе тут например до лента очень глубокая нам эта лента как я уже сказал не нужно сильно мощная она и так достаточно мощная нагрузку она нести на себе практически никакую не будет основная задача это окультурить пространство и зафиксировать столбики на которых будет держаться сетка вот так у нас выглядит опалубка под бассейн помните да у нас будет бассейн для уток чтобы утки могли плавать но этого бассейна я тоже выложил кирпичами ну тут на самом деле очень мощные получается стенки тут порядка там 12 сантиметров борта вот это у нас труба для слива да тоже нашел какой-то обрезок трубы пластиковые поставил его вот как-то так получается да вот сейчас мы сюда привезли песочек видите вот эта часть лента еще не просыпано будем просыпать песком и тоже завозить камни мы забираем строительный мусор из этого строительного мусора делаем полезные вещи то есть курятник да например вот кто-то выкинул а мы с тумашей подобрали опять же жадность да тумаши жадные мы с тобой и с этим и экономим нет бы купить побольше бетона до или щебня да да мы с тумашей решили сэкономить кустом на хорошим успеем отдыхай я пойду разгружать медленно конечно все идет отпуск скоро закончится ай-яй половины того что запланировал не сделал медленно д enjo при медленно рез п Смотрите продолжение в следующей серии. Я уже подзадолбался. Вчера до 11 вечера тут работал. Сегодня тоже, думаю, до полуночи придется. Уже вечер. У меня еще дел. Тут конь не валялся. Сейчас кирпичи разложим. Надо монтировать арматуру. Но особо с арматурой увлекаться я не буду. Ну, покажу, что получится. Завтра в 9 утра придет бетон. Придут два человека мне в помощь. Нанял я на бетон двух человек. Три куба все-таки таскать надо. А три куба это больше семи тонн по весу. Если мне память не изменяет. Семь тонн ручками, лопатой, тележкой. Это непросто. Тем более бетон имеет свойство схватываться. И с ним надо быстро работать. Промедление смерти подобно. Можно было, конечно, обойтись и без кирпичей. Но лучше я вниз кину кирпичей. Зато на куб меньше бетона покупать надо и таскать. А массы и мощность этого фундамента... Ну, блин, хватит. Дом можно построить небольшой. В принципе, вполне возможно. 8 на 8 неплохой домик можно. Фундамент будет. Вот так вот в середине плита у нас. Но там на ленту можно вниз положить керамзит, насыпать пенопласт. Постелить доску или там ОСБ. И дом 8 на 8. Ну, мы не будем строить дом. Мы построим курятник. Надо просто быстрее. Я уже просто старый, да? Из-за этого все медленно делаем. На ютубе есть один хороший канал. Владельца канала зовут Константин. Константину большой привет. Вы помните, он мне присылал из гипса сделанную кнопку. Гипсовую кнопку. Ну, вот есть серебряная, есть золотая, а есть гипсовая. Костя, я обещал тебе сделать свинцовую кнопку. Я обязательно сделаю. Извини, просто сейчас реально нет на это времени. Но я о своем долге помню, но я о своем долге помню. Сделаем. Вот, друзья. У Кости есть классный канал про строительство. Называется «Строим для себя». Костя строит с нуля дом. Он уже поставил под крышу, занимается внутри отделкой. Человек, вообще я ему поражаюсь. Он собственными руками строит огромный дом. И это настолько у него происходит классно, настолько быстро, что мне остается только позавидовать. Вот, я смотрю эти репортажи Костины, и оттуда очень правильные, интересные вещи для себя подчерпываю. Вот, смотрите. Сейчас я вам покажу то, что я научился, чему я научился у Кости. То есть мы делаем опалубку. Я обычно всегда, когда делал опалубку, то есть ленту, я ее сверху стягивал вот такими брусочками. Вот видите, у нас прикручен брусочек. Поверху, чтобы не расходились края опалубки. Но этот брусочек, к сожалению, очень мешает, когда вы начинаете выравнивать поверху ленту. То есть у нас вот эта вот линия опалубки является верхней частью ленты. И мы по ней берем деревяшечку, да, залили туда бетон и выравниваем. Таким вот образом. И палка, палка нам мешается. То есть мы до нее доходим, упираемся в нее, приходится через нее, потом снимаем. Под ней бывает не пролив, ну не очень хорошо. Вот Костя, чему меня научил. Берем саморез. Берем проволоку. Обычную вязальную проволоку, которой мы будем вязать арматуру. Сделали пару виточков вокруг самореза. Саморез притянули. Привернули проволоку, натянули и обмотали вокруг самореза. Саморез затянули. То есть получается, что у нас эта проволока будет держать края нашей опалубки от того, чтобы они не разошлись под весом бетона. Бетон очень тяжелый. Бетон имеет очень серьезную способность раздвигать ленту. Поэтому сверху надо обязательно чем-то между собой скреплять края опалубки. И вот такой способ позволяет нам потом спокойненько выравнивать прям по проволоке. У нас будет ровная линия. И это очень удобно, быстро. Не надо никаких деревяшек прикручивать. И классно. Костя, огромное тебе спасибо за этот замечательный совет. Те, кто делал такую опалубку и про этот способ не знал, я уверен, согласятся со мной, что способ классный. Очень полезный. Кажется, мелочь. Мелочь очень важная. Продолжай. Хотя уже ночь, блин. У меня там... Пока я тут гидосы снимаю, ассистент по растительному миру таскает кирпичи, раскладывает. Я уже сам не успеваю. Видите, вот кирпичики мы раскладываем с таким промежутком. Опять же, из жадности, чтобы сэкономить на бетоне. Но... Я надеюсь, вы меня поймете. Плиту мы залили, друзья мои. Еле-еле нам хватило три куба. Да, конечно, размахнулся я нехило. К сожалению, что-то по Фрейду можно было делать все это, наверное, полегче. Ну, что есть, то есть. Поливаю со шланга, видите, водой наш цемент, чтобы он слишком быстро не высыхал. Не высыхал, это очень важно. Хотя на улице нынче не жарко, похолодало. Что очень хорошо с точки зрения бетонирования. В жару бетонировать плохо. Во-первых, цемент быстро схватывается. Во-вторых, влага из нее быстро уходит. Хватило мне еще, видите, залить наш бассейн снизу. Вот такая у нас катавасия получается. Ну, что могу сказать. Что есть, то есть. Заказал я еще бетона. Через два дня придет он у меня. Тогда, наверное, продолжим. С момента последнего видео прошло уже, ну, блин, много дней. Отпуск закончился. Сегодня последний день, завтра на работу. Но я решил, мне нужно, по-моему, вторую часть, да, доснимать. Про строительство курятника. Про заливку бетона, фундамента. Поэтому я вот сейчас слева, видите, да, газобетон у нас уже стоит. Но я по нему сниму потом отдельную фильму, чтобы не смешивать все в кучу. Итак, вот видите, залито было посередине плита. Поставлен газобетон, да. И залито по кругу лента, на которую будут устанавливаться, ну, вольеры открытые. Трубы буду монтировать и сетку натягивать. Вот. Что у нас получилось тут с бассейном. Помните? Опалубку мы на бассейн делали. Вот такая вот у нас история. Вот. Немножко я поставил высоковато трубу сливную, да. Ну, ничего страшного, будет там оставаться, если там 2 см воды на дне. Ну, это как-то пережидел. Да. Вот там тоже залита лента. Ну, по кругу, в общем, залита. Короче, джентльмены. Джентльмены и не только джентльмены. Птицы вода. В общем, курятник у нас, коробка курятника построена, газобетон выложен. Что к чему, почему, где у меня какие перегородки, где какие у меня планы в голове. Я вам расскажу в следующий раз, чтобы не затягивать данный ролик. Поэтому ждите в ближайшее время. Ну, как в ближайшее. Этот ролик выйдет, ну, наверное, через недельку после этого ролика. Мне надо будет снять, смонтировать, рассказать, что к чему. Прибраться тут немножко после строителей. Поэтому ролик про газобетон будет в следующий раз. А сегодня все.